начинают делать бисквит но рулет для рулета нам нужен бисквит яйца взбиваю с сахаром здесь у меня еще был ванильный сахар все ингредиенты для специально для рулета но для бисквита на рулет я вам напишу и хорошо взбиваем взбиваем чтобы взбивать нужно сначала включить миксер которые я не взбиваю взбиваем сначала на медленных оборотах как всегда затем прибавляем обороты и взбиваем до такой крепкой пены здесь я не разделяла желтки и белки если у вас хороший миксер то это делать не нужно бисквит рулет получается и так идеально смотрите какой шикарно у нас гоголь-моголь получился кто помнит из детства гоголь-моголь это была моя самая любимая сладость наверно мы когда приходили к бабушке не были свои куры и что она нам делала всегда взбивала гоголь-моголь с домашних яиц но у нее еще был такой венчик знаете который такой ну вот так вот по кругу такая спираль идет и вот она долго долго сидела так сидела взбивала сбивала у нас у детей просто-напросто терпения не было мы так хотели быстрее этот гоголь-моголь потом и с хлебушком помакать и короче у меня даже иногда сейчас бывает такое настроение скушать гоголь-моголь и я себе делаю но это правда редко бывает затем сюда так лопатка я насыпаю муку уже не буду взбивать и разрыхлитель и все аккуратно аккуратно лопаткой перемешиваю вот прям так цели снизу вверх хорошо все это промешалось чтобы у нас получилось такая чтобы наша пена не опала сильно чтобы он был еще такой пышный делается он очень быстро знаете на раз-два-три кстати для начинки можно использовать все что все что вашей душе угодно хоть шоколадом помажьте хоть нутеллой помажьте хоть и яблочным пюре у меня просто есть у меня просто маскарпоне в холодильнике затерялась мне нужно использовать пока мне не прошел срок у нас сабрина то карина то сабрина сейчас сейчас послушаем не голосовой сейчас отправлю в духовку духовку нужно разогреть до 200 градусов и буквально я не знаю на 10-15 минут ну смотрите по своей духовке все смотрите все распределяю сабрина написала что она уже во франкфорте и вот так она мне каждый день с добрым утром с хорошим днем я там-то я там-то я там-то все и отправляю в духовку я сказала уже на 200 градусов на 10-15 минут смотрите по своей духовке маскарпоне просто такой крем с маскарпоне можно заранее сделать не обязательно прямо когда уже перед тем как смазывать сейчас мой бисквит спекется немножко остынет я смажу закручу и отправлю в холодильник и готово сахарная пудра взяла 60 грамм не знаю много мало думаю хватит и все перемешаю просто-напросто на медленный оборот маскарпоне как и сливки нельзя очень долго взбивать потому что перевзбьете и они пойдут крупинками так как сливки можно взбить в масло с маскарпоне происходит то же самое буквально я прозбивала 30 секунд мне в принципе нужно было чтобы это просто все перемешалось сахарная пудра и маскарпоне вот такой крем получился меру сладким но не сильно сладкий нормально на 250 грамм маскарпоне 60 грамм сахара сахарная пудра самая нормальная все ждем наш бисквит на полотенце насыплю сахар меня так научила одна немка именно чтобы на полотенце насыпать сахар затем туда выложить бисквит девочки что хотела еще когда я делала бисквит на пол порции наполовину потому что нам на двоих будет много но если на порту вам оставлю рецепт на целую порцию на одну порцию горячим у меня здесь из 4 из 4 отправляемся на полотенца убираем пергаментную бумагу аккуратненько потому что бисквит еще горячий и поэтому но бумагу нужно убирать более так все и скручивая бисквит я наверно буду его вот так скручивать потому что у меня же но небольшой вот так при помощи полотенца раз раз мне почему-то захотелось в эту сторону все и вот так немножко оставим его вот именно вот в такой форме полотенце оставим его остывать сейчас пошла в свою морозильную камеру хотела до саду может быть еще ягоды какой-то помазать это малина с сахаром перетертую ну так знаете если тоненьким слоем сначала ягодами сахаром перетертая и потом сверху маскафона знаете что нашла мы с детьми делали эксперимент когда они у меня были потом про это забыли если бы я сейчас не открыла морозильную камеру я бы в жизни бы не вспомнила знаете на тик токе был такой ну триумф когда все подряд все делали как из нутеллы из из банк короче из той нутеллы которая осталась на краях банки когда вы все мустое вы скушали там же остается вот это все на банке вот это вот все излишки нутеллы остатки нутеллы как из нее сделать мороженое мы нагрели сливки обыкновенные сливки 33 процентные за или в эту ой девочки палец мне кстати меня сказали что я чуть не сказала про свою тазобедренный сустав и про свой палец палец у меня болит мази я этой мажу но она как болит но прям вот тут вот как где-то вот тут у меня болит вот тут с внутренней стороны даже не снаружи но я видите фласты приклеила ну здесь он как-то не помогает наверно не туда приклеила а на ноге фластырь я постоянно один убирать другой приклеил бедро не болит не знаю не знаю что что к чему это действует почему это действует но реально у меня не болит бедро может быть еще заболит но не знаю никакие таблетки обезболивающие еще что-то я не очень проверяем нутеллу наши наши мороженое и дети забыли мне даже не напомнили поэтому мы ничего не попробовали но смотрите не знаю но я конечно это не это этот попробую как это на вкус и знаете на что похоже когда такой пористый шоколад покупаете такой воздушный который вот от мелким вот на такое похоже видите она здесь такое пенка а я потом еще немножко миксером взбивала но ничего я поставлю в морозилку опять дети приедут сидят с кушать вот этим миксером я еще немножко взбивала ничего я поставлю в морозилку опять дети приедут сидят с кушать а получилось между прочим неплохо я хочу чтобы вы все видели смотрите но рулет уже практически остыл он такой тепленький смотрите нигде не треснул но это хорошее такое тесто кстати я говорила да мне дала мелко так мне хватает места здесь нормально развернуться все я сейчас немножко все-таки смажем малиной таким тоненьким слоем знаете если бы я сейчас не делала маскарпоне я бы прям так малиной смазывала потому что малина это очень вкусно я про нее просто что-то забыла и маскарпоне вы даже бы не ложила но я таким тоненьким слоем будет вкусно опять карина мне скажет опять сделала что-то вкусное когда нас нет она уже мне порвается я тебе когда-нибудь напишу в комментариях я бы напиши что ты нас не кормишь я напишу кто тебе говорит сейчас немножечко растяну просто варенье из морозильной камеры но это ягода малина перекрученная сахара перетерта она не вареная это свежим и она немного после морозильника нас еще такая немножко подмороженная кстати вот такая малина в морозильной камере не замерзает так все это готово наш крем смотрите какая вкуснятина ладно девочки я же для себя делаю я не буду сверху украшать прошлый раз я еще как-то делал такой рулет еще сверху так украшала но это не буду жорик сидит здесь ждет скажет может повезет что может что дадут облизнуть на маскарпоне у нас ты же любишь маскарпоне на мага мой сладкий мальчик которую я так люблю люблю все я жорко здесь будет прыгать вообще благодарный ребенок я всегда говорю это мои дети и я их очень-очень люблю но все вот так и обратно при помощи полотенца опять скручиваем полотенцем осторожно чтобы на свет сахар не высыпался на пол ну посмотрите но не красота ли сейчас разрежем между прочим девочки я так и не обидалась но сейчас как раз отрежу себе кусочек и сделанная россия кофе и это будет мой обед ну как красиво нет если его поставить еще немножко в холодильник чтобы более такой стабилизировался в нам же не терпешь нам же надо быстрее все попробовать этот рецепт но это сама нежнятина смотрите ну ок что мне так отключилась и странно если взять варенье смородину или крыжовник ну такое чтоб покислее чтоб с кислинкой был вообще будет труба дело будет ладно мои хорошие кто сейчас кушает все приятного аппетита на этом я буду заканчивать всем пока пока и до завтра мои хорошие когда у меня рука автоматически тянется еще раз взять значит это очень вкусно пока